Поиграть в эти геолокационные игры, в которые сюжет привязан к реальной карте, чтобы с телефоном по всему городу ходить. Суть ингресса состояла в том, что игроки синий и зелёный команд должны были захватить как можно больше точек на карте. И в итоге игра часто скатывалась в скучное перекрашивание карты в синий, зелёный, в синий... В общем, совсем не то, что следующая игра этих же авторов, в которую все сразу и свалили. Даже сравнивать не смей. Ингресс — великое произведение искусства, предтеча геосоциальных игр. Мне остались только избранные, кто понимает, а у вас детский сад. А ты знаешь, что этот мир населён чудесными существами, которых можно ловить и тренировать? Добро пожаловать в Pokemon Go! Бля! О, новенький! Добро пожаловать в игру! Выбирай команду! Я — Канделла, лидер команды... ФАЛОООООН! То есть, команда «Доблесть». Сила — это главное. Хаишки, я Спарк, и моя команда выбирает свои интуиции. Я Планш, и моя команда оценивает любую ситуацию головой. Угу. А на практике как от этого зависит стратегия игры? Никак. Ясно. А делать что надо? Как что? Покемонов ловить, конечно. Смотри. Чармандер! Сквиртл! Пульпозавр! Что, место закончилось? Чтобы освободить рюкзак, ненужных покемонов можно отдать профессору Биллу. А он за это даст тебе конфетку. Я посвятил свою жизнь изучению этих замечательных существ, их повадок и ареалов обитания. Поможешь в моем научном труде? Какой замечательный экземпляр. Иди сюда, сейчас мы тебя будем изучать! Держи конкурс. И что мне делать с этой конфеткой? Покемонов эволюционировать, конечно. Вот, например, Иви. Для ее эволюции нужно 25 конфет. Эволюционируй! В опоре он 25 конфет. Да не переживай. Есть еще другие способы получить конфеты. Например, у покемонов можно погуливать. Теперь зверушки умеют ходить. Ходить гулять, тебя показать. И каждые несколько километров он будет находиться в конфетку. Теперь зверушки могут ходить. О, а это она рыбу погуливает? Смотрите, рыбка. У нее нет ножек. И она никуда не пойдет. И для ее эволюции нужно 400 конфет. 400 карп. Прекратите животные на хронические. Как вы думаете, у вас что можно эволюционировать в мэджикарпа? В мачокарпа? А если это девочка? Рыба моей мечты. Хватит слов почить. Календарь уже переверните. Я календарь переверну. Вот, кстати, Иви. Редкостный феномен. В зависимости от условий эволюции и везения из нее может получиться не только по Плариону, но и Пларион, Желтемный, Пларион, Желтемный, Пларион и Пларион. Давайте проверим. Эволюционируй. Еще. Ага. Странно. Мы в России. Игра американская. Фандом японский. А рандом корейский? Ладно. С потемонами? Понятно. А с людьми так можно? Нет. Значит, можно. Так. Посмотрим, какие у меня там конфеты есть человеческие. Так. Значит, ага. Каракун. Золотой петрушок. А, во. На себе не показывай. Революционируй. Покемоны. Ну как? Знаете, что-то мне надоело этих покемонов ловить, стопы крутить, жимы захватывать. Детский сад какой-то. Так. У меня много работы. Поэтому я сделаю все заранее, чтобы не в дедуайт пахать. Революционируя. 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 А точку не захватила. Вернись. Куда ты шла? Чувак, чувак. Точку не схватил. Вернись. Ну ничего. Сейчас жёлтые игроки почувствуют, что надо вернуться. Если горять инстинктом, то победишь. Да даже если они вернутся, красные вас немедленно выведут. Сила. Очень важно. Жёлтые. Красные. Жёлтые. Красные. А пока вы тут шумели, синий игрок занял точку. Я же говорила. Главное вовремя голову включить. И, кстати, кое-кто набрал 400 конфет Маджи Карпа. Эволюционируй! Нина, ну круто, да. Ваши дела, молодец. Шикарный покемон. Клав. Здоровенный! Да сколько можно? Ну, ты чего заскучал? Концепция не нравится? Да, концепция как раз хорошая. Я давно сколько не гулял, не хотел. Просто покемоны это как-то не мое. Ты что, разве в детстве не мечтал стать тренером покемонов и забрать их всех? Да нет, не мечтал. Я вообще не помню, о чем я мечтал. Да и мечтал. Письмо из Хогвартса. С ума зайти, мне пришло письмо из Хогвартса. После стольких лет. Всегда. Вот, вот об этом я мечтал с 11 лет. Да, новая игра на основе дополненной реальности от создателей ингресса Покемон Гоу, который перенесет тебя во вселенную Гарри Поттера. Ты нужен миру волшебник. Что за ерунда? Так, а ну стоять. Так, а ну стоять. Какая замечательная фургастическая гвард. Иди сюда. Сейчас мы тебя будем изучать. Да-да, как покемонам и не смелось. Даже сравнивать не смей. Покемон Гоу – великое произведение искусства предтечения. Так, в общем, здесь остались избранные. Кто понимает? А у вас детский сад. О, Господи. О, профессор. А это кто? О, динозавр. Хочешь – лови. Вот видите, в принципе, не важно, кого ловить. Есть игра про динозавров, про привидений. Вот и про меня есть. Просто всем был нужен повод собраться вместе, выйти погулять. А у тебя, может быть, можно покемонов в храмах искать? Лучше. У меня можно искать храмы. Пошли, пошли. Светлый за Иисусом. Ладно, ладно. Брак, не исключение. Пошку в Граде считать общей. В смысле, подождите, как в Граде? Мы же вот только с кинотеатра «Юность» вышли. Да тут так всегда, не замечаешь, я уже полкорта прошел. Да, как же, не заметишь. Мне кажется, мы сюда лет 20 добирались. Ну, зато собрали их всех. На сцене была студия «Крапли». Города, Воронеж, Харьков, Примослов, Никосия, Ростов-на-Дону, Липецк, Волгоград, Санкт-Петербург, Североград и Сургут. Аплодисменты! Аплодисменты!